В воскресенье 15 ноября лидеры 20 крупнейших экономик мира прибыли на саммит на турецкий курорт Анталья. На фоне смертоносной атаки радикальных исламистов в Париже, унёсшей жизни около 130 человек, обсуждения первого дня были полностью посвящены вопросам международной безопасности и борьбы с терроризмом. Участники переговоров договорились укрепить национальные границы, а также усилить безопасность воздушных перевозок. Президент Франции Франсуао Ланд решил отказаться от участия в связи с ситуацией в стране. Вместо него на саммит прибыл министр иностранных дел Лоран Фабиус. Он сказал, что воскресные авиаудары французских ВВС по позициям ИГИЛ в сирийском городе Рака абсолютно оправданы. «Учитывая характер угроз и атаки исламского государства, абсолютно нормально то, что страна возьмёт на себя инициативу и предпримет действия для оправданной обороны». Двухдневная встреча проходит всего в 500 километрах от Сирии. Четырёхлетний военный конфликт в этой стране перерос в глобальную угрозу безопасности и привёл к крупнейшему потоку мигрантов в Европу со времён Второй мировой войны. Теперь западные лидеры встали перед вопросом, как отреагировать на действия исламского государства. Эта радикальная группировка захватила обширные территории Ирака и Сирии, однако её действия уже вышли далеко за пределы этих двух стран. Вашингтон ожидает, что после атак в Париже Франция примет более активную роль в авиаударах коалиции по позициям ИГИЛ. В ходе саммита прошла неформальная встреча президентов США и России. Как предполагается, они обсудили борьбу с исламским государством, в который с недавнего времени принимают участие и российские ВВС. При этом они действуют на стороне Башара Алясада. Западная коалиция же, наоборот, стремится к отстранению сирийского президента от власти. Второй день саммита посвящён экономическим вопросам. Лидеры обсудят устойчивость мировой экономики, модернизацию налоговой системы, а также торговое и энергетическое сотрудничество.